Состояние государственных и частных промышленных предприятий, которые простаивают уже длительное время, сегодня обсудили на совещании у главы Ингушетии. Говорили о мерах по их реанимированию. Здесь же подняли вопрос о задолженности предприятий Водоканала, рассказывает Хусен Гагиев. Кирпичный завод в сельском поселении Галашки – одно из немногих предприятий, на котором кирпич производился методом прессования. Продукция данного завода использовалась в промышленных объемах. К примеру, вот такой вот кирпич, без всяких красителей, имеющий свой естественный цвет. Первооблицовочные кирпичи были изготовлены еще в 2009 году. Хотя и не на полную мощь, но завод каждый год выпускал продукцию. А с прошлого года возникли проблемы с реализацией кирпича. По мнению генерального директора ГУП «Гиперпресс» Идриса Талдиева, из-за отсутствия заказов производство было приостановлено. Юзбек Ивкуров выразил возмущение по этому поводу и подчеркнул, что государственные предприятия нужно обеспечивать госзаказом. Но это не значит, что производитель может поверхностно относиться к работе. При этом качество кирпича должно быть соответствующее и цены ниже, чем привозная продукция. Любой производитель должен иметь, что госзаказ надо, голова не должна болеть. Где он и как будет запивать продукцию. Мы знаем, какие у нас по линии различных программ будут строиться объекты. Знаем. Вот распределите это все, чтобы завод не стал. Госзаказ должен быть нашим производителем кирпича в первую очередь. Подобных предприятий в республике 37, из них 28 объектов находятся в частной собственности. 25 приходится на Сунжевский район и Карабулак. Многие из них бездействуют на протяжении долгих лет и в основном представляют собой старые постройки. Участники совещания озвучили ряд предложений, приняв которые можно будет дать вторую жизнь простаивающим предприятиям. В частности, речь идет о заключении инвестиционных соглашений. Глава республики считает, что в случае, если возобновление первоначального производства слишком затратное и нерентабельное, то можно приспособиться к другой, более актуальной сегодня технологической линии. Юзбек Евкуров дал ряд поручений и указал сроки их выполнения. Вот сейчас смотрю на эти территории. Что мы сейчас загнать, что бульдозы, что-то вычистить и построить там экономную жилью. Не делай. Почему? Потому что ни с кем не хотим ни ссориться, ни ругаться. Далее на совещании обсудили вопрос ликвидации скрытой задолженности по заработной плате перед работниками ГУП «Ингушводоканал» в размере 7 миллионов рублей. Основная причина ее возникновения – низкая платежная дисциплина муниципальных предприятий водоснабжения. Вице-премьер Хасан Чахки представил участникам совещаний комплекс мероприятий, реализация которых может помочь улучшить сложившуюся ситуацию. Глава региона считает, что все этапы водоснабжения, начиная с обслуживания сетей и заканчивая сбором платежей, целесообразнее будет сосредоточить в одной компании. Не надо кидаться и сказать, что мы создали, что мы ликвидировали, что мы опять создали, что мы ликвидировали. Конечно, лучше, когда деньги в одних руках. Это и в семье лучше, и на работе лучше. Надо на контроле. И по оптимизации штатов, посмотрите сейчас, и по деньгам, по зарплате, почему заученные суммы. Практически во всех населенных пунктах возникают разногласия между поставщиком и потребителем. Счета, которые представляют службы водоканала, согласно приборам учета и данные со счетчиков потребителей, сильно разнятся. Основная причина – потери воды. По словам представителей муниципальных властей, это происходит из-за изношенности сетей. В Карбулаке, к примеру, власти планируют решить эту проблему к лету. Хусян Гаги, Юнис Цичоев, Новости 24.